Друзья, мы в эфире и всех сегодня с пятницей. Во-первых, поздравляю. Пятница, день, когда можно развлечься вечером и посмотреть баскетбол. Сегодня в Лондоне Чуваката встречается с МБА Москва. У нас финал, плей-офф, между прочим, борьба за пятое место в самом разгаре. Возможно, последний домашний матч Вологодской Чувакаты. Но об этом чуть позже. Пока давайте посмотрим, как команды приезжали к этому матчу. С каким настроением они подходили на эту встречу и что вообще у них в глазах. Может быть, прочитаем, что там они таят. Итак, давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, капитан команды МБА Лешковцева возглавляет поход. Она действительно ведет за собой команду. Анна поиграла в Вологде немножечко и поиграла в МБА. И действительно сейчас капитанит. Так что МБА приехали ровно в 5 часов за час 30 до игры и быстренько переоделись и уже вышли на паркет. С хорошим настроем. Сегодня на эту встречу приехали и вологодские скетболистки. Они действительно настроены, чтобы завершить как можно скорее сезон. Все уже подустали, вытрепали предыдущие игры все силы, выжили как лимон. Вот видите, даже все меньше и меньше улыбок на лицах игроков. Концентрация максимальная и действительно настрой огромный. Мы возвращаемся с вами, перемещаемся с вами на паркет баскетбольного центра Вологда. И как всегда со мной, возможно, последний домашний матч авокадо прокомментирует моя коллега, уже, можно так сказать, эксперт и любимец слушателей. Леся Седлецкая. Леся, добрый вечер. Добрый вечер, Паша. Привет всем. Ну, давай посмотрим, кто приехал. Начнем с хозяев. Тебе слово, пожалуйста. Эмма Кеннон от ее игры сегодня много будет зависеть. Также будет многое сегодня зависит и от игры, точнее, от работы арбитров. Давайте посмотрим, кто сегодня в свою встречу. Старший судья Сергей Беляков, категория ФИБА из Ижевска. Помогает ему Владимир Ахрименко, международная категория УФА. И еще один судья ФИБА, Игорь Деменков, Санкт-Петербург. Комиссар матча Александр Казимировский, российская категория Краснодар. В общем, сегодня бригада арбитров серьезная и именитая. Ну, а к составам команды МБА заявка маленькая, что называется, по минимуму обошлись. Не заполнили полностью все ножи. И давайте посмотрим, кто приехал. Карина Низамова, номер третий, номер четвертый Екатерина Сафонова, номер седьмой Екатерина Сыдняк, номер девятый Александра Марченкова, номер одиннадцатый Ольга Горбачева, тоже играла в «Волокте», номер восемнадцатый Анна Лешковцева, номер двадцать пятый Мария Китупова, номер пятьдесят пятый Нина Глотни, номер девяносто седьмой Яна Тегтярская, и номер... какой же тут номер? Тут уже главный тренер команды Александр Диранцуян. В общем, команда молодая во всех смыслах, даже тренер молодой, и, возможно, амбиции его зашкаливают, потому что хочется как можно лучше выступить. Регулярку коллектив закончил на пятом месте, двадцать игр, девять из них закончились победами, двадцать девять очков в общей сумме набрали в регулярке, я имею в виду МБА. Это, кстати говоря, не так уж и сильно они были, как переди, но очков мы показались в «Волокжанах», и двадцать девять очков у нас только же будут в одинаково. В общем, шестая строчка турнирной позиции. А теперь посмотрят, как встречают малагодские болельщики, у нас сегодня немного малагодскую команду, действительно понимают, что сегодня последняя игра, но пятница, пробки, и все потихонечку добираются на эту встречу. Если как это вообще относится к тому, что игры в плей-офф, плей-офф финальные, игры в борьбе за пятое место практически, ну, уж называется там, где можно побороться, да, готовятся в будние дни, причем все. Ну, скажем, пятница – это уже как маленькая суббота, я считаю, но, как бы, неплохо, что в пятницу игра, есть возможность у многих прийти, это тебе не вторник и не среда, но, конечно, хорошо было бы, если это было, например, суббота или воскресенье. Или немножечко попозднее, да, но часов в семь, когда уже все со сработой освободились и смогли приехать бы на игру. Но стоит отметить, что не только в чемпионате России по баскетболу начинаются игры в пятницу, чемпионат России по футболу сегодня тоже стартовал, и также игры в пятницу проходят, и, к слову, отметим, что болельщиков тоже и там немного. Но я думаю, что все подтянутся, и тысячу мы сегодня общими силами наберем. А сейчас у нас традиционная рубрика, что называется «Гимн России перед каждым матчем». Слушаем. Небольшая техническая заминка. Будем посмотреть на Анну Арестенок. Видно, что у девушки хорошее настроение. Поет песни, поет гимн. Она уже сама запела, да. Здесь не хватает Максима Цветкова. Нет, нет, не включится. Максима Цветкова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok да абсолютно сами привозим сейчас плюс не хватает действий с последним пасом и завершение так конечно хромает вот сейчас посмотрите как встали просто стоял его поймали и те и другие подрубили тохташ идет в проход ты ищет ему канала пробежка ну да плюс 2 больше пользы были еще очередные два очка трудовые замена радыча покидать площадку не идет у первых номеров игра может быть сейчас бритни джонс одумалась и включилась в борьбу прокрутила лену лишь волосы пока неудержима что называется дегтярская лишковцева на опыте пока берут до эмакэннон с мячом и фолл и будет пробивать эмакэннон горбачева зарабатывает первое предупреждение помним и давай вспомним следующий факт что в прошлой встрече с мба когда играли у донского была главная установка как можно быстрее мы садим горбачева на пять фолов хотя бы на 4 на 3 возможно сейчас эта установка вновь будет произнесена точно была произнесена просто мы не слышали на предмачиваем ну да я считаю что это грамотно потому что он по кроме горбачева как центровых таких толковых нет и будет уже сложнее намного опять не точная м2 мимо и еще одно нарушение правило мба это четвертый фолл давай кстати отметим следующий факт что волокны по штрафным 77 процентов было до этой игры это лучше чем бомба но пока и реализации не сыскали даже называется дважды били и вновь опять не точно подбор за мба и в атаке передача горбачев заскупил закрывающую линию да к тому же вообще не попал как она берет подбор бридни джонс сейчас главное не сбиться на игру легионера фрейс андриана у нас появилась на площадке тахтаж обыгрывает цвета идет проход передача задумала хорошего сложно по реализации вот что-то как-то не получается у нас фолл света это второе персональное нарушение и у нас александра тараса появляется на паркете менять талант ахтаж но пару действительно таких ужасных по реализации действий дает сразу ну смотри вот как я сказал дмитрий федорович я вас что-то платирует менять у меня платирует ну что вы там поможете хорошая атака МБА пока правда не подпускает близко к кольцу вот может быть сейчас получится здесь холк во бросках дегтярские правила нарушены дегтярские правила нарушены дегтярские не так часто реализуют штрафные всего 68 раз она бросала из них половина только точных 4 не видно по этому эпизоду не должно же кольца помогать человекатикам можно посадить шестого игрока шестой игрок на трибуну он должен знать кому точно абсолютно не клеится игра 12-3 9 очков МБА ведет ему Кэнон уже поменяли вышла Мария Филончик то есть если настолько все печально ну давай не будем вообще всех погружать в этот кризис будем считать что просто не проснулись все да все хорошо сейчас все пойдет конечно Алина Замараева с мячом вот должна Вологодская воспитанница сейчас ну такую сложную передачу задумала там будь Маша дядя Степка не дотянулась бы ну что сейчас разозлятся девочка все получится по крайней переду Дмитрий Федорович туда все разозлить Девчатка с мячом ну хороший МБА раздражитель для Чувакады это очень такая жесткая команда входит в которой действительно очень хочется разозлиться чтобы сыграть хорошо и нужно это сделать хороший разворот подбор будет за кем? за Чувакадой Бридни Джонс разгоняет команду и Самая пойдет быстрый проход схитка на Андриану Раяай под голосом с Сашей Тарасовым но спидывает она в руки как у БА быстро отрыв может получиться на виде Замараева ей может дать фу в принципе там рука была положена на игрока можно было и свистнуть но все таки отправляет на еще один таймам в Вологодской Донсков берет Субтитры делал DimaTorzok Дмитрий Донсков 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 Первый пасок, точно. Мы можем заметить, у Амбана площадку вышла Мария Кутакова. Джонс, Замараева, как хорошо сейчас разыграть двоечку, быстро нужно соображать. Тараса принимает совершенно другое решение. И вот Замараева, хорошее там перемещение было тактическое, да видно, все красиво расчертили, но здесь расчертили, ничуть не хуже Эмбан. Маша, светение, давай, тащи. Тараса, вас разыграли тут на двоих они, Андрианова, на подборе. Хорошо, наконец-то подбор пошел, нарушение правил, есть. Смотри, не пошла игра у Эмма Кэнон, сразу же посадили. Не выпускает сейчас, держит. Без Эмма надо как-то играть. Обычно, когда игровая маня не шла, результат был плачевный. Здесь. Абсолютно нарушение правил правильно, Андрианова уже на точке. И точно. Второй, точно. Прошел, Раиса Андрианова, плюс 12, продолжает держаться, пока все не ложе. Хорошо для Вологодской команды. Обе команды, опять, персонально, по пять командных нарушений. Проход хороший, сейчас пытается ловить на фоне. И Маша почти перепотел до передачи. А я бы говорил, здесь легко отошли. Ощертили. Подбор за нами. Подбор за нами, и нужно бежать быстро. Адаму привозит. Не надо терять ключи, ни в коем случае. Маша Филончик с мячом. Дальше передаем на Тарасова. Мария Центрит. Хорошо разыграли двоечку. Фолдай, арбитр. Неужели не было? Эх, видимо нет. А показалось, а сегодня сверху что был. Сейчас посмотрим. Если вы слышали этот ржук, который пронесся, то он акцентрирует всю сферу. Ала, уже это! Эх, как хорошо Рая бы переходила. Ну видно, молодцы, девочки стараются. Не, оживились. То, что игра оживилась, это очевидно. Очевидно. Вологодская команда. Трехочковая, точно. Да что ты будешь делать? Посмотри, 3-3 дальние. Трешки просто летят. Ничего не поделаешь. Ну не пытаемся даже бросать трехочковые. Александра Тарасова. Пас. Партнера по команде. Бриди Джонс. Проходи мимо. Такой красивый бросочек с задержкой был, но не результативно. Трехочковая. МВА потеря. Мы быстрым продлили. Давай отметим трехочковый показ. Четыре из пяти трехочковых залетает. Это потрясающе. Причем три из трех у Карина Низамовой. Я не ошиблась? Нет, все верно. Стопроцентный показатель Низамовой. Чуваката. Раз его сама бросает. Точно. Саша. Плюс тринадцать тринадцать. Она так и держится. Сейчас пока никогда не отдаётся. Пусть не отдаётся. Не отдаётся. И Карина Низамова. Наконец-то мимо. Незаливаемая наконец-то Карина. Бриди Джонс в атаке. Андриана. Все закрыто. Сейчас Джонс получилось. Свободно осталось. Тарасов медленно. Семь секунд остаётся. И до конца и будет реализовать. И фо. Маша молодец. Заработал нарушение правил Мария. Сейчас нужно брать инициативу на себя игрокам. Чувакаты. Именно тем, кто на скамейке обычно сидит. Давненько штрафные не бросала вообще в играх. И вот сейчас первым мажет. Второй. Точно. Первый забросит. Второй на подборку пытаться сыграть. И может быть привести три очка. Ну да, есть такой. Но сейчас ещё три секунды есть. В атаке МБА. Бросочек. Счёт 18-20. Ой. 16-28. Извините. Ну немножечко все подзабываемся. Ничего страшного. Подведём итоги первой половины. Сразу после того, как моя коллега Елена Карпенко готова пообщаться. Нет, тебе слово. Добрый вечер, коллеги. Приветствую тебе зрителей. На трибунах чувствуется, что зрители уже к концу первой четверти проснулись. И мы вместе с Аней и Пешевнуковой переживаем тоже. Аня, после первой десяти минуты какой у вас был? Что не получается сегодня у наших пчёлок? Эта очередь защита. Очень много пропустили и быстрых целовеков, и трёхочковых очень много замечательных, мне кажется, процентов МВА сегодня. Не знаю, как это мне играло. Главное в защите и на подбор надо идти и бороться за каждый мяч. А в чём сильная сторона соперников? Ну они очень агрессивные, наглые, но хорошо сыгранные. У них есть какие-то свои связки, и очень хорошо видно это. Смотрите, удастся ли всё-таки мобилизовать все силы и выйти вперёд? Я думаю, что сейчас немного успокоится, потому что сначала было видно, что они то ли перегорели, то ли перенастроились. Я думаю, что сейчас должны уже начать и не агрессивно тоже защищаться, и надеюсь, что попадание всё-таки будет. Спасибо большое. Тоже присоединяюсь к поздравлениям с днём рождения. Коллеги, вам слово. Спасибо, Елена. Действительно, пока мы Анну Бежелукову, чувака, который мы хотим поздравить своей игрой с днём рождения. Аня, здоровья, конечно. Спасибо. Возвращение на паркет. Отметим, что, как и Анна, мы тоже с вами отметим, что, действительно, хороший процент по трёхочковым броскам. 67 процентов. Это 4,6. Это 4,6. Между прочим, если говорить вообще о трёхочковых боях за весь сезон, то процент составляет 29. Это низкий процент. Но сегодня полетел. Раз на раз не приходится. Да, вот Макан вернулась в игру. И блестящий ряд у нас. Хорошо они здесь с Леной Воровцовой разыграли. И уже всего лишь 10 очков разницы. Какая траектория у мяча красивая была. Быстрая атака. Макана обыгрывать. На фолл посадить тоже неплохо. Два броска. Ой, хорошо. Это у нас Марченкова. Первый. Второй фолл. Второй фолл у Саши. Второй. Я просто табло ещё не успел обновиться. Не точная ману. Нужно реализовывать штрафные броски. Пока беда с этим абсолютная. Точно. И сам процент точно не стравнул. А вот забеем эти вот четыре попадания. И ещё бушку совсем другой. Александр Макченкову два очка. Лёгкий проход. Боручий. Защита опять в отче. Бритнис Джон с мячом, с Машей комбинация. Маша ставит стеночку. Эмма Кэнна, мимо. Не хватило силённых уэмм, и зато на подборе Мария. Стоит отметить, кстати, что Мария Филончик так как-то разогрелась, начала себя показывать. Да, получила Маша достаточно игровой практики, получила уверенность. В Сибири уже обозвольны. Можно заметить, Дерциен вот прям спокойный. Не, ну он тоже попытался что-то показать, бросив вот планшет. Вот и так, честно говоря, плагиатик был легкий на Дмитрия Донского. Абсолютно легчайший проход. Дерциен правильно всё отмечает. Внимание на подборы. Перед нами-то статистика. И результаты по подборам в пользу Вологодской команды. Восемь на своём щите у тех и других, но на чужом чувакатки выигрывают лучше. Вверх шесть подборов. Хорошо. Против трёх МБА. Надо продолжать там же духе. Да, всего лишь девять очков отрыв уже. Не так много. Ну и к тому же должна спадать результативность МБА. Высокий темп такой игры, я думаю, что весь матч они держать не смогут. Как начали, потому что начали себе очень жили. После двух таймалетов щелкаток, игра забила. Диктарская проходит. Выбивает у него. Утирает мяч. Нет, я хочу отметить, там действие было Радыча, которое блестяще поставило руку и уже сбило темп Диктарской. Наброс на филончик. Маша. Фол. Зарабатывает ещё один. Мария молодец. Отметим, что Маша уже на себе заработала два нарушения правил. Больше у неё только цивилан Тавташ, который сейчас на фокусе у него остается. Там бред, началось просить за основной. Но никто не ставит, а кто за то, что у себя остается. Тарасова, там филончик можно тут же накрывать, встречает. И Маша два очка. Тяжёлая такая мячка. Все. Что сегодня с Машей такое происходит? Мы Маша включила, тоже всё. Пора уже. Она несколько мальчика сидит у нас, каменька и держала. Иди, бай. Иди, бай. Диктарская. Как ворошцовую. Пытается опять накрутить. И смотри, опять очередная неудачная тата. Это хорошая защита. Да, и диктарскую тут же меняют несколько неточных на тихом месте. Пожалуйста, присаживайтесь. Ну, я сумею выходить в школу. В зал в едином паре. Сейчас будет команда Курета Таварова. Потому что в таких психологических уже, в таких матчах решают больше психологию. Да, и Курета Таварова идёт, и поскольку зал хорошо зайётся, сейчас может помочь кому-то. И Новорожцова поправила муницию. Матч продолжается. Джонсов. Хороший смартфон. Матча, шутка. Уже в минус 5. Ну, или для фанатов ЗМВа, скажем, в минус 5 пользуем вы, об этом ещё можно не беспокоиться. Хотя, однако, уже волноваться стоит. Хороший провод, думал сама, надев под кольцо, однако отдала на Требачкову дыбу. Ну, вот, понимаешь, если в первом периоде полетел, то не значит, что весь матч будет лететь, да? Конечно. Дараза от забора ходила, что называется. Да я уже у меня в сердце завивала, думала, как он летел красиво. Летел красиво, но сильно. Чуть-чуть, ну, по слабшему, как раз бы не от забора, но взяли, как-то точно так. Ой, ну, как пробежка. Ой, точно. Может, в студии пойти работать? Восемь, девятьсот, дальше записывайте номер телефона. Ну, пожалуйста, курсы судьи уже открыты, поэтому почему нет? Составишь компанию. Женщина. Жили черновым. Мужик, она у нас смотрит и не слышит. Пожалуйста, так и Юлия Синвецкая, сейчас крестящая свинкатура, заметила гробейшим, поэтому... А вдруг... На самом деле, я разговаривал об этой теме с судьями, и там очень сложные корзины, 4 корзины, чтобы сидеть, в общем, пример лиги, надо попасть в первую корзину. Это было не все так просто, так что там тоже придется попотеть. Ну да, работа у судьи тяжелая, скажем. А плюс еще с критикой придется столкнуться, 100%. Это судья и без критики, ты знаешь, какая-то буга реальность. Ну, улучшилось настроение у нас весит. Левшуков тела. Левшу свободную зону, однако проходит. И точно еще и фол. Ну, уже, казалось бы, можно было не трогать. Капказа там, она легко уходила. Тахташ появится на паркете, заберет она. Александра Тарасова, я так думаю. Да. Вот мы с тобой отмечали, что Маша хорошо начала играть, но Машу посадили сейчас. Нужно передохнуть. Ну да. Просто как что-то в паркете привела. День 4,5 часа. На 5-3 очка. На 5-3 очка. Хоть и... Никак не могу сказать, что это все равно 3 кризли. Неплохо он, да. День 4,5 часа. Высокий тон подгры. Нет. Доставший проход. Передальше задумывала, что происходит. Ой, Лена, молодец. Хорошо поработала. Света точно. Не чуть-чуть. Я еще поблагодарил за этот проход. Под кальзар. Света под конец сезона закралась. Прошла фору. Мишков все равно пыталась три очка забросить. Не получилось. Джонс, быстрая атака. Докторка у Дракачкова. Но Джонс сама здесь все равно. Света, что это будет время. Конечно, один из последних матчей, но я могу полагать с вами попить. Уже никто не поддерживает играть три матча. Все хотят сыграть. Максимум. Придет Джонс. Хорошо защищались. Уже Джонс в атаке. Рабочая. Как считает игру игрок МБА. Снова понимает Алисамова, да? Да. МБА берет еще один минут на перерыв. Правильное решение. Четыре очка всего лишь разница. Мы начинаем догонять. Сейчас нужно собрать команду Едино. Давайте послушаем. Каня с маленькой. Куда заводит мячку? Куда заводит мячку? Куда заводит мячку? Ну вот сейчас. Законно хотим сыграть. Дает паспорт. В этом и дает. Валентин с половиной. Главное. Законно. Валентин. Валентин. Законно. Валентин. И здесь на получение прижимайте и в тяч получит. Прижимайте. Когда бегать, вы держали за курсом. Дома, внимание. Дома стали. Парень, встречались. Ну, я не думаю, что не видит смысл, я думаю, что, скорее всего, не рискует, потому что еще только вторая половина, сейчас не хватает фалов на Джонс, когда она быстро колокольчик будет. Тамара Радыч с мячом и... ай, прям кольцом. Здесь кольцо уже против нас сыграло, я даже смогла подобрать синонимы, однако фиксирует нарушение правил. Судья. Пятый номер появляется, это Глотни, это первое появление сегодня на паркете, насколько я помню. Нет, это не первое. А, нет, это было уже 5 минут, 58 секунд, довела. Ребри Маккеннон пробежка. Давайте отметим следующий факт, что все, кто приехали у МБА на эту игру, они уже поиграли. То есть все в свое время игровое время получили, значит, что не зря приехали. Горбачева. Точно два очка, ты посмотри. Я вижу. Что творит Оля Горб... солнышко... ой, Горбачева. Геннон. Сама здесь проход, против нее Горбачев. Тахташ, тачка. Ихташ. Хорошо сыграли. В атаке уже МБА. 31-35, плюс 4 в пользу МБА по-прежнему держатся. И три командных нарушения МБА против одного Челоката. Хорош! Защищались грамотно. Посмотри, чуть ли не на пол положили. Ну, не положили, но ничего страшного. Горбачев. 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 Да, Слиля, то что процент хороший. Да. Процент сегодня хороший. 75 под двух очков. То есть из 8. Трешки мы взлетали пока. В замену. То есть Саша тоже не получается? Марсинка возвращалась в паркет. Но был от двух. Вот как не пошло. Счетника трежки. Четыре. В ней соучили. Всего лишь два очка, а сейчас с одной целью нужно сравнивать. Три очка! Андрей Луфайд открутили. Должен от животного больше казалось вас недобросить. Нет, а он молодец. Заводится в публику. Три очковый голосок. Первый голосок! Первый голосок, да, плюс одну, но кто-то плохой голосок. Два очка. Два очка. Давайте посмотрим наше повтор, если вы готовы. Два очка, да? А, нет, здесь чисто. Три. Три зафиксировано. Там хлоп простой. Звуки Мишковцева трячка. Ну, Мишковцев попёрто сегодня. 14 очков набралось. Круто! Начинаю. Бритни с мячом. Алина Замараева. Алина. Чуть-чуть. Чего поправим? Да я не считаю. Возвращает МБА то преимущество, которое у них было. Замарайо. Ищет парнер в команде Раиса Дриана. Урая. Отдает на ему Кэнон. Кэнон на Тахташ. Тахташ сам обойдет в облаке. Эмма Кэнон. Ты посмотри, какая жертва, потому что она с самого начала лезла. Маша засоленная. Вот три очка бросает. Да посмотри ты, как судно Джастик бросает. Быстрая атака. Три в одного. Эмма Джонс Эмма. Это нельзя, так это второй темп есть. Но пятая точка. Эмма Кэнон бежит. Уссс. Выживались. Успели промахнуться, подобрать, промахнуться, потерять, забрать, забить. Посмотреть, что такое. Смотреть, что такое на 4 секунд. Но все можно сделать, было два раза проще. И если вам быстро атаку, не надо будет ступенировать. Зато страхи эмоции. Эмоции, потому что получилась Андриана. Здесь опять хорошая атака получается. Правда, три мущества у нас нет. Чистинного, но есть трех очковый атакташ и подбор за Андриана. Замарая. Ищет партнера по команде. Замарая пытается пойти в проход, но нет. И отдает мяч от Джекса. 7 секунд остается на эту атаку. Можно действовать бритни. Три. Фолк. Фолк. Джонс уже после свистка забрасывает все-таки трех очковый, но не считается. Конечно. И вот. Кому же он? Оля Карпачёна или Лешковцев? Лешковцев. Лешковцев. Это первый фолк. Я подумал Карпачёна. Три. Фолк. 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 Ну что, мы не будем быстро атаку развивать. Здесь не смысля, все уже успели вернуться. Вот там есть одна Андрианова. Хо-хо! Светлана Токтавш обманула. Даже я повел сегодня партумент. Сверхатур обычно все видно. Андрианова. Подбор будет за МБА. Имели хороший шанс сейчас выходить вперед, но не получил 40-40. Минута остается по себе. нет нет защита не все прошу прощения сначала все правильный замена низом появляется меняет дегтярскую дегтярская быстро набрала три командных замечаний три персональных замечаний я думаю час надолго присядет если дерутся и не будет рисковать парасова на отметке это ее первые штрафные в сегодняшнем матчу но штрафные это практически 50 процентов успех это грамотное нарушение правил потому что еще есть даже еще один запасе запасе а 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 Не переключайтесь, будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Он хочет фотографировать последние, да? Ты стеснялся сказать. Школа номер 22. Тоже просто. Гладший парк, капитан сборной школы. Вот так. Давай. Молодец. Школа номер 2. Гимназия, где у нас представитель молодец. А на младшую часть она была. Ты в каком классе? Третьей классе. В этом году я представляю, где ты в пятиклассах в соревновании с воспит��нями большими ребятами. Добро пожаловать в горло, в скорлусство. Школа номер 23. Школа номер «Принцесс-Семька» и номер номера «Намегана» И финал этих соревнований будет в школе «Принцесс-Семька» и номер «Принцесс-Семька» 18.30-26 апреля. Приходите в сети посмотреть. Участвуют мамы и папы. Мы работаем в прямом эфире. Продолжаем следить за баскетболом. Чуакат играет с МБА. У нас Дмитрий Тонсков готов рассказать, что не так с командой. Дмитрий Тонсков, расскажите, что произошло в первой десятиминутке и за счет чего удалось выйти вперед все-таки во второй матч? Мне кажется, игроки сегодня начали матч безобразный, потому что недооценили соперника. И видно, много сил отдали в прошлой игре. И где-то с настроем были большие. Огромные проблемы. Но хорошо, что удалось вернуться в игру. И убедили девчонок в том, что все-таки будем защищаться. И команда там по силам. Поэтому вторая четверть показала, что мы можем защищаться и устроить атаки. И агрессивно. Что-таки что нужно сделать, чтобы увеличить разрыв бой в Чуакаты? Он справится в первую очередь с МБА-3, с МБА-17 из-за уровня Шканцова. Он со стойкой справился. Будет полегче играть, как самому агрессивно игроке. И, конечно же, в коем случае избавлять темп и добавить агрессии. Это был главный тренинг Чуакаты. Парк передаёмся подписанам. Спасибо, Елена. Мы с вами посмотрим все красивые моменты этого манша. Манчитель получился насыщенного. Против, внимание, на статистику. И самый главный фактор, который был зачарован, наверное, у каждого полечка. Это процент результативности Чуакаты. Процент штрафных вообще осталось на лучшего. На самом деле 50%. Также мы можем отметить, что и вообще 0% это стальные. Не, ну почему 0%? 25% это стальные. Нет, это 25% среднее. Нет, смотри, у нас 25% по трехочковому и 12 парансов. У трехочковый из них три только залетело. Да, у нас у Джонса металл, поэтому из двух залетело. А, остальные пока не летели. А, извиняюсь. Да. Отметим и то, что у МБА здесь все лучше. 42% кондативности стальные. И двух очковый залетело 48%. Кондативности, в общем, не только на боках. Нашу поле 49-42. Нашу пользу и то, что больше подборов выграно. 24 подбора собрали. Из них 11 на своем щите. То есть 10 на чужом. Это неплохой показатель. Тогда как у МБА соберет на чужом щите всего 3 подбора. Ну да. Тебя сегодня хорошо работает. Ну и отметим, что огромное количество нарушений правил со стороны Чеваката и со стороны соперника по 9. 9 нарушений правил Чеваката и 12 у МБА. Впереди вторая половина. Остается еще 2 минуты и 20 секунд до начала матча. Отметим самых результативных. Давайте посмотрим, кто больше всех забрасывает. Пока на этой струне лидирует у нас Анна Межрисовна. 14 очков она набросала. И большинство из них прижимовцев запросил. И с другой стороны изменяет. Нет, с учетом, как же больше. Большинство, когда 4 с 5. Чеваката лучше все оказают. Бритни Джонс и велась на просто тайм-аутов. И Джонс уже из 8 своих суток. Прямо возникает на 6 точных. Трешка пока 9, и больше. Прямо тоже прекрасно. Второй строчке Рейс Анфьянов. Раззерс из полного входа. О, у нас это будет 2 очков. 2 из 2. Вот один раз 2 очков. Конечно, стоит еще поработать над процентом реализации. Отметим, что вообще в среднем у нас процент 2 очков их 43. В этом матче 50. Пока вроде бы не плохо. Но нужно работать с 3 очков. Там уже 32% в среднем. По всем играм мы сегодня лишь 25. Еще есть на чем-то работа. Еще есть. Ну, штрафные, конечно. Это просто телесопритак. В следующем матче не получается. Отметим и то, что болельщики подтянулись, конечно, не как обычным воскресеньям. Но есть люди, которые... Их, наверное, около 1000. Обычно это 1100. Может быть. Может, эти 1100. Никто здесь точно подсчет не ведется. Билеты тоже не продаются. Отметим то, что сегодня блокшотов пока в этом матче со стороны МБА поставлено не было. Однако два блокшота на счету. У них передает Макгенн. Ну... Светлана Тахташ. Да. Обычно Куба достаточно часто ставит блокшоты. И делает это только Горбачев. Существует три блокшота за сезон. У Горбачев. И набралось неплохой показатель. Всего 77 блокшотов поставлено. Вот мы можем видеть, кто-то зевает на трибунах. Ну, перерыв действительно заставил немножко заснуть. Однако сейчас игра начнется. И стартов пятерка 2 уже готова. И я смотрю, никакого воспенения. По сравнению с ним пятерка 2-го выходят. Нет. И естественно, точно, ты видишь, что он уже в тренинге. Это какой человек? Александр Мэтченко ходил на место не в Дегтярске. Вот, все-таки, наставленное спинение у Швакаты. Это Нарожцова, Тарарадычей, Хэннум, Тахташ и Джотс. В общем, стартов пятерка в Вологодской пятерке. Начинала встречу. Просмотрим. Сынный команд сейчас с Сузанной начинается. Не считается. Фол получает Бритни. Интересно, зачем-то за арку сказать. Ну, по динамике, казалось, что он абсолютно друг друга трогает. Однако, там, вблизи, совершенно по-другому эпизоды. Хорошо. Судняк. Соли, Парахой, получится. Он крутых на его радующее, однако залетает. Как? Попрос как? Ты можешь потом у Судняка спросить после игры, как-то так красно. Парасцова. Парасча, как и Чувакаты. Может получиться, однако позиционально стали. Парасцова, однако Парашкова. Джонс, попытаться можно. Бритни! Парасцова! Внимание, полетела. Вот она, Бритни. Начало положено. 46-44, плюс два фольда Чувакатка. Отметим мы то, что у нас Джонс уже три нарушения правила заработала персонально. Почти удался, перехват, да? Да. Сейчас слышно было Светлана Тафтан, чтобы на ночь, скорее всего, заводит. Командом. Конечно, не хочется играть в три игры. Хочется победить сразу. Ну, этот матч практически ничего не решает. Ну, вообще хочется же. То, что игра в Москве будет напряженная, я думаю, что... Пешков целый мимо, Горбачева, битва. Прилетает в том мяча, однако, и со 100% позиции... Посмотри, Елена Ворожцова. Ворожцова сохраняет и нарушение правил еще фиксирует. Арбитр... Это Горбачева. Третью фор. Тоже неплохо. Дегтярский, Горбачева по три. Конечно, по-моему, что они правила заработали. Эдем на четвертый, если получит, то это вообще в войне усложит работу. Командо. Знаешь, здесь две стороны в конце матча. Не знаю, как прощаться теперь. Или ты еще вернешься. Это Таш. Долго думала бросить или нет. Красава, но не точно. Вагон маленький, тележный момент. Чтобы пытаться сбросить, подумать, обдумать это решение. Однако не получилось. Сказать защиту Ворожцову. Позврата не точно. Бритни Джонс разгоняет команду. Давай, Бритни. Ну, я уж не сказал, разгоняет. Она только легкой трусцой бежит. Кстати, она нам могла пробежаться. И это что-то, что-то, что-то. Может, дустановку что-то видела, быстро? Да, в ракахаха. Врачева из головы подыграла. Позвучит. Позвучит. Звучит, что-то, 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 что-то. Звучит, что-то, 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 что-то. Получилось. Вот. Хорошо, цепи сейчас. Да нет. Это маршерная. Сандартуры, они немного похожи. Стоит обратить внимание, что не очень удачно выбранная нумерация. С телевизионной картинки не поймешь сразу, какую там номер играет. Можно было шрифты другие принести, например. Не чёрный. Это ужасно видно. Подбор заднего чувака-то, опять-таки. как раз таки она пилирует чтобы сам на что я только не спит по мне это мы так нет не будет Сыта мы уже трехочковыми от МБА. Нужно и дать нам передохнуть. Вот это он радычает. Собака предпочитает вести. Передача-то не команды. Сейчас Кэм появилась здесь на дуге. Проход идёт и против Кэм. Продолжает. Проброска. Проброска. Продолжение правил, поэтому беспокоиться не о чём. Вот если бы сейчас Горбачёва правила нарушил, то совершенно другая история была. Не удаётся Микелин улучшить результативность. Ну так же 50% остаётся здесь. Мой Маркану сама сегодня 50. Это ужасная потеря. Нужно забирать. Спорно будет в нашу пользу. А Лена тут как идёт? Ну, Лена всегда. У неё гласа точно называться лучшими моментами. А тут же борется за него. И стоит отдать должное за эту черновую работу, которую выполняет Лена. Александр Марсин получил третий фон. Он сейчас она получила. Да. Между прочим, это ещё не спорно. Ну да, здесь действительно уж она по-грубому рушала. И Бритни Джонс-то вообще, как арбитр, всё расследила. Как все мышки вынесли. Кляк. Как-то случилось. Кляк, как Кельцов. Будет мяч без нарушения правила. Так бы сейчас. Кто знает. Страх. Мы бы, может быть... Но нет, потому что там... Спешка в том, что... Появилась на паркете. Горбачёв тут меняли. И... Ну, вот, это всего лишь одно нарушение правила. Пять. Что такое? Что такое? Предупреждение вынесли в первый раз за долгий вынос мяча. Интересно, кому? В следующий раз. Сейчас вернут время на место. Предупреждение вынесли за долгий розыгрыш и поменяли. Видишь, разыгрываешь? Что? Нет. Нет. Что-то было такое. Да. 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 Отражено. Не точно. Давай отметим с тобой, что... Ну, никак это не отражено. Ну, это, наверное, было просто предупреждение. Да. Не отражается. Это в протоколе. Сберемся после вечности. И посредством... Жанна! Хорошо. Затем. Побор за нами должен быть. Одних оттеряем. Поросцева съела в буквальном смысле. Не замову сейчас и у меня Чичавакаты. 49-46. Кому передачу отдаст Тамара? Ищет партнера... Смитлана Томаичка. Товташи, да. Жестная точка. Смитлана Томаичка. Здравствуйте. Зд hacen pas. Здравствуйте. alcanceees, senior. Перепerg buzz. Испалит, на самом раза. Товариad-м'M Punaria mood. Это, так как получить. Мне не знаю. Только технически можно отличиться. Число. Фол, у нас, тем временем. Рейс Андриана. За именем İbliaľ дали Иландию Ворожцовой. Всё нормально здесь. Успокоимся. Передохнуть Тамаре по времени и снова вмесила, потом опять в бой. Я расскажу тебе, какой факт. Подожди, она сейчас наройдет и расскажу немножко про Бритни Джонс, что она наговорила. Какая она... Бритни Джонс. Расскажу следующий факт. Когда у нас была пресс-конференция после игры против Spartan Cup, Бритни Джонс спрашиваю, вот осталось три игры, мол, какой настро, все-таки последний матч играешь. Ну что, Бритни тут же попрела, две. Так что она старается. Слушаем тайм-аут. Не всегда лидерсовы, достаточно быстро взрывается тайм-аут. А вот посмотрим этот проход Джонс, который завел Молоконскую команду вдвойне, а потом еще и удачно действовал. Бритни Маквенов? Сейчас объявили о том, что возможно третья игра, если команда не выявит победителя в матче в Москве. Однако победителя еще не выявили и в этой игре. Мне кажется, что это парни, безусловно, не моего центрального фигура, в котором находится... ...так вот, обратите внимание на ту трибуну, которая находится в противоположной странице, где наши телекамеры, там сейчас сидят персональные болельщики, в частности, молодые люди. У кого-то из игроков такого переживания, какие эмоции. Иногда стоит эту трибуну показывать. В некоторых эпизодах, например. Елена Воростова у нас получила фол. Наши... Так, как махнулась, как-то там все. Ну, это же она, да. Она переплачивает, как-то быстро, наоборот, получится здесь, Андреянова, раял, задержала, запарила там высоко. Или Бритни. Нет, тут было видно, что не точно. Токтаж. Нет, она последняя касалась. Нет, она пошла до эпизода, она просто успевала. Ну вот именно, что она пошла, а не побежала. Может быть, ей еще стоило лететь, как в ртале? Но она повспела. За мячом девятку? Не знаю, это нам не будет. Паша, я все знаю. Хорошо, 55-46, насквозь день. Косвозь и охота можем себе позволить. Отлично, немножко отыгрывать. Мишковцы пойдет подвертки. Передача на блоки. Заступило два очка будет. Два очка. Пожалуйста, заступайте чаще. Может, даже не попадать, как говорят болельщики. Бритни Джонс. Больше половины третьей четверти уже сыграли. Баррош целый. Канал. И... Подбор за номер. Пол. Глотни. Глотни давил на решение. Нет, Сафоновый. Вот, Рая молодец на подборах. Мы отметим это, что Рая на подборах сегодня три на чужом щите. И не на своем. Не на подборах на своем щите. Это не плохо. Да. Канал нас поменяли. Пойдет он отдохнет. Вместо него вышла Александра Тарасова. Точно. Один стоячка. Да, очень революционный сегодня Рая. А вот и. Умка, не даром. Четыре команды. Там, два, четыре команды нарушили. Там, персональный, там, пока все так же. Цепь на подборах остается, у них по три. Вот, проход и дальше не будет. То есть, в общем, правил. Перехвалили мы сейчас Раису. Она и правила нарушила. Как-то легко так забило. Мне сейчас абсолютно не нужен фолк. Ну вот ты уже не успела. Зачем фолкать? Да абсолютно, говорю, уже не нужно. Абсолютно. 57-50. Получается, вот со штрафными он, Блази, гордут. Говорится, 86%. Ну вот так примерно должны, да? У нас 56%. Ни в какие раз. Ну, вообще. Ну, и причем бросали в два практически раза больше. Представь, какой сейчас был молченый. Посмотри, Елена Варушцова застук. Вытеснили ее. Обидно. Сейчас Зуба имеет шанс сохранить. Отставание. Пока всех держим. Внимательно. Если вы защите, ловится три. Вы напишите. Ой, как хорошо, это шанс. Лешков тебе тут был интересный интервью для одного. Сидент канала. Ну, как интервью? Ну, показывать все, раздеваем. Дедовщина, я тебе скажу, там полгода, потому что со словами, когда показывали душ, она сказала, что у нас душевых кабинок мало, поэтому я на паровах капитана хожу первым в душ, поэтому дедовщина в Инбрюбе процитала. Ну, а как иначе, молодой коллектив. Те, кто постарше, вырываются вперед и бегут поскорее в душ, например. Потом после матча, может быть, самые комфортные места занимаются. Ходишь, и поздно. Да, вот, 51-51, но сейчас со штрафными было все неплохо. Алина Замараева наконец-то появляется на паркете. Давненько мы ее не видели. У Алины сегодня не так много игровой практики. 10 минут она сыграла. Ну, в принципе, если смотреть, сравнивать с Тарасовым и Фиоретикой, будет нормально. Еще все может меняться. Карпачева мимо. Ой. Тарасова, молодец. Сохранитель. Хорошо. Хотела отдать пас, не получилось. Но тоже неплохо. И сейчас еще время останется на атаке 24 секунды. Без потерь, качество, что называется. Тарасова, Адриана. Маша Туончик появился на паркетер. Тарасова. На кабину, как вылетел фон. Фон Раисе дадут, а Раисе нужно поменять, чтобы она не успокоилась. Потому что два нарушения подряд. Практически. Очень хочется, мне кажется, защищаться. Ну, то, что защищаться хотят, но три персональных нарушения. Конечно, уже у нас тоже три, но пятая команда. Не нужна, причем, команда попадений. Ну, не самая. Сейчас все равно. А Исе нужно успокоиться. И в текстово революции запросить. Конечно. И вновь точно. Ну, посмотри на нее. Шикарно играет. Два из двадцать. Четыридяшка, Солочков. С Мараеву. Ну, блин, и такие передачи нужно забирать. Я уже думала, снова фол. По пять командных замечаний. У той, у другой. Так что нужно быть повнимательным. В защите. Четыридяшка. Смотрим на пароль. Горбачева против нее Филончик. Точно пачка. Скажем, как ли легкий мяч ему забило? Метр девяносто два. Горбачева и Мария Филончик метр девяносто. Два сантиметра сейчас решили. Призли два очка в МНБ. Десять, десять, пятьдесят пять. Плюс четыре в пользу Чавакадо. Десять секунд есть на эту атаку еще. Какая она пробежка. Ну, абсолютно глупейшая пробежка. Викпрофессионалов бывает сбой. Да. Манировка. Давай, 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 давай. Так и не надо. Не надо сделать Викпирсинг мяча, потому что классно. Интересно заходить. Я бы тоже сейчас хотел пройти. Круто. Делать себе подрубить мяча. Кто-то пирсинг. Ты знаю, кто-то знаю. Ты знаешь. Горбачева подбор. Ну, и хорошо перекраться. Забрать этот мяч нужно. Забрали. Андриану это сделал. Протереть бы сейчас там паркет, потому что скользкие будут очевидены. Это под нашим кольцом. Друг нам поможет. Дальше. Деночек скидывает. Кэна. Пробежка. Опять пробежка. Ну, в том эпизоде Маша бы лучше было с твоим бросиком попробовать, чем отдавать Эмю. Ну, и дать линию. Ну, да, Эмю тоже перегружала мяч. Две подрежки, две пробежки подряд. У нас на площадку вину, Аскарина, Низамова. Большая пауза в игре. И ночь в ночном баре. 55 секунд остается играть в третьей четверти. Алиса несколько предположила до перерыва, что он не трешает, а не все решили. Ну, посмотрим. Скурецы снимают предсказания. Сейчас его достаточно по отрошечке носите уже. Позже их не будет такой конферты. И мимо отрошечки. Что и делать. Подбор за челок. Алис фон, а не спортивный. Или спортивный все равно. Спортивный. Он такой спортивный, как ребята. Говорим. Дегтярская четвертый фон. Ну, срубила она здесь неплохо. Эмма Кеннона, думаю, ей тоже досталось. Сейчас главное, Эмма забивает два точно. Дегтярская четвертый. Это значит, что проблема небольшая возникает с Александром Герцуэллом, потому что... Дегтярская четвертый. Дегтярская четвертый. Дегтярская четвертый. Бритни Джонс Елена, карпет тоже готова с кем-то поговорить, Лена, тебе с тобой Рядом со мной самые юные пчёлки, Алена, Маша Они не просто переживают, но ещё и анализируют свою игру Девчонки, в чём особенности сегодняшнего противника? Особенности НВА, это точность бросков в залей для дистанции и фигура Рыбы, быстрые Конечно, по опыте, люди больше нравятся, и они молодые Они хотят показать, что у вас все хорошо И вот это все нравится в мире Высок, как вы, все это шанс у наших девчонок выиграть эту порту на пятой венте? И мужество есть в том, что они играют на домашней площадке, в пареньшине У нас большая семья, они помогают строить и поддерживают У нас уже не нравится, что у них нет Ну, я думаю, процентов 70, так точно есть, что они выиграют И вам на это тоже надеяться, давайте вместе смотреть, что мы заиграем Спасибо, Лена Благодарю тебя за это интервью Аналитика от молодежи тоже неплохо Нужно приучать не только играть, но и думать Догрой, пожалуйста, неплохо, и девчонки разобрались У нас у Джонс 22 очка Это пока лидерство в сегодняшнем матче И вообще, давай посмотрим, сколько Джонс за сезон забивала Забрасывала Пока в атаке чувака Бритни Джонс мячом Тамара Радачи Филончи Мимо Бритни Джонс Движера в целом Атака В З promotion Хорошо проходил Точно два очка, ну как так Ну, поскольку Бритни Джонс это не первая сезон в Аладзи Поэтому пришлось Отмотать Доруху Доруху Но В среднем Доруху 11 очков за игрой в сезоне Скажем так не будешь спасибо радычи радычи фолл грамотный фолл у Тамары второе нарушение правил в прошлом сезоне куда результативнее была Бритни Джонс у него 18 было очков в среднем за матч но и тогда состав был другой приходилось брать на себя сегодня это не так часто приходится делать подбор за нами Джонс ведет команду вперед Филотик Маша Маша досадный промах и потом еще необязательно нарушение правил и за минуту 6 секунд мы набираем два нарушения правил это очень высокое у всех бывает все бывает да с досадой что называется жахнула по руке потом ну ничего такого и злость обманула обманула американку тут еще одна есть на подхвате и фолл Лешковцев да номер 18 Лешковцев второй фолл ну а хорошо бы если бы нарушение правил дали Горбачева например которая там рядом в эпизоде находилась однако правила нарушила лешковцев ну а 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 развернулась не точно подняться делается чуваката был бы если бы чуть быстрее растороннее на пару ходов оказался один из Мирана но подобрали по 7 очков разницы как известно чуваката сегодня отыгрывала куда больше плюс 14 так что на мой взгляд МВА сегодня в силах пошел отыграться это за одну четверть замена Мария Филонечка сзади за него марш в два быстрых нарушение правил не обязательно казалось что что не пошло пол нападение кто кто же сейчас мы узнаем Карина не замула ну это линия второй нарушение правил ничего страшного в этом нет к тому же еще две замены еще замена у нас произошла мы что не понимаем что мы ставим заморали бывает не осталось что процент 25 вверх 4 очков процент улучшился по трех очков 28 штраф тоже улучшился 2 2 2 точно 3 очка да 10 очков тоже 12 но можно заметить все очки набралась трех очковая линия трех очков не трех но никакие награды дополнительные не дают заброшенные четыре трех постарайся не старайся зарпалить будет 2 2 2 атакуют 6 очков разница атакуют атакуют 2 первой санаван Макхеллан как джонс работает 2 нарушится спокойнее нужно быть четвертое нарушение правила играть еще 7 минут и 10 секунд и 4 нарушения правила и вот эти вот нарушения могут сыграть за решетку да атакуют решатся 4 четвертый четвертый легкий бросок 2 наставили наставили атакуют она воспользовалась этим эпизодом но вот они уже другая команда вода по черваката плюс 4 пока всего лишь было плюс 9 напомню после 2 3 джонс друг другу помешали и шансы всегда 10 еще так смахнула тафтаж но не взял в руке фу кому с у у к даже с у у у у и она может и гранжула сбиваться и в нашу пользу обязательно сейчас расскажу это по и и а Субтитры делал DimaTorzok 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 Тайм-аут прошел быстро и незаметно 2.50 остается играть, плюс 4 в пользу Чувакаты И отметим, что и те, и другие уже сравняются Потому что, по правилу, практически 8 Чувакаты, 7 УМБА Ну и, конечно, правильно отмечать Лейси, что с такой реализацией, что они уже прошли Такой еще был таблил Тешево выигрывается Кольцо Не засасывает кольцо Три очка и нарушение правил Номер 8 получил Это 5-й фунт Правил Джонс Уходят 27 очка Ну раз, конечно, еще 2 минуты, могла бы увеличить свое количество набранных очков Необязательное нарушение И Оба первых номера получили как 5-й фунт Да Ключев Ключев 84% за штрафную И Быстро Однако Есть Эмма Находится В замену Замена Замена Сладят Раису Андрианову Рая вышла на замену вместо Джонс, получивший опять нарушение правил В чем Листы Собственно Ждем Альталина Крюкчкова Должно Жанна Убедилась Совершающая Но По ноам Жанна А Вег Cameron Провал Вон И Должно Ю Там Чуть лень с волосами вырывают Спортный наш мяч Да, это Муха действительно оторвали. Ну, Артем Клуб. Ну, ничего. С возрастом наберется опыта, будет тоже хорошо вырвать. Мячи. Конечно же. Мячи. 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 Будет, нет? Эмма калфетка. Не будет спешиться. Караса, на нарушение правил? А теперь главное забить. Маршенко. Пятый фолл, до свидания. Возвращайтесь к вам в следующем сезоне. Дегтярская появляется, тоже игра ва-банк, по сути, сейчас Дегтярская получает пятый фолл и до свидания. Уграть осталось немного, Матвейна. Саша, 772, то и пять. Очков. Камера, разделяет команду. Адрата на вот такие-то, которые уже использовали. Очковца. Очков. Решка прошла, возвращает интригный матч. 75-77, рездва, 8-4. Да, но теперь концовки не обманут. Но, наверное, мы играли в Куртай. Но, наверное, мы играли против... Куртай. 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 Хочет, кто знает. Минутный перерыв берет МВА. Это последний. Минутный перерыв использовал все тайм-ауты. Эксидр Дори Цуяна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok